МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шольц и телефон. Почему немецкий канцлер звонил Путину вопреки предупреждениям Зеленского? Добрый день. Меня зовут Владимир Унец. В современном мире поток новостей очень быстрый. Сложно за всем уследить, да еще и понять, что же на самом деле происходит. Ведь вокруг столько пропаганды и дезинформации. Как в этом всем не запутаться и не утонуть? Я для вас отобрал самые главные события последних дней, только то, что действительно важно и что поможет вам понять, где правда и истина. Ну а вы смотрите сами. Но перед тем обязательно поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на наш YouTube-канал, также комментировать. Так нас с вами будет намного больше. Что ж, поехали. Американская выбориада. Безусловно, интересный телесериал. Смотрят все. Как когда-то всем семействам усаживались перед телевизором смотреть «Санта-Барбару» или что-то из латиноамериканского сериал-прома, сейчас весь мир настолько увлекся победой Трампа, что одни начинают звонить всем знакомым и незнакомым, чтобы поделиться впечатлениями, ну а другие в ступоре просто переваривают увиденное. За этим всем сырбором можно многое не заметить или не придать должного значения. Так, все выдохнули после окончания выборов в Молдове и уже потихоньку начали привыкать к тому, что Грузия все сильнее входит в российскую политическую орбиту и кажется, что у нее все меньше шансов вернуться на свою собственную. Притяжение слишком сильно. Так вот, в Кремле и приглядели, как в подконтрольном Кремлю грузинском регионе Абхазия вспыхнули протесты. Нам майданов не надо, что угодно, только не как в Украине. Так строила свою избирательную кампанию, пророссийская грузинская мечта. А тут бац, и абхазы выходят на Майдан, требуют отставки самопровозглашенного президента, ну и всего правительства вместе с ним. Срезают ворота, берут под контроль правительственные здания. Все началось в начале прошлой недели, и все это время только набирало оборотов. А что же, собственно, произошло? Что не устраивает жителей Абхазии, независимость которой признает только Россия и еще несколько стран? А вот слишком крепкая дружба с Россией и не устраивает. Подумать только. Так что же, собственно, произошло? Неужели действительно Абхазия вдруг пошла против России и вообще? Не все так просто и однозначно. Поэтому давайте разбираться. Правительство непризнанной Абхазии подписало с Россией инвестиционный договор. И абхазский парламент должен был его ратифицировать. Инвестиционный договор, позволяющий российским компаниям реализовывать на территории республики инвестиционные проекты. Грубо говоря, это такое официальное приглашение российских строительных компаний строить недвигу и туристическую инфраструктуру в регионе. Каждый ведь хочет иметь гнездышко у моря, чтобы сдавать его потом в аренду задорого. Тем более, что мир-то для российских туристов в основном закрыт. А тут теплое море, мягкий климат, вкусная еда и абхазское гостеприимство. Чего же на этом не подзаработать? Но абхазы, как это ни странно для россиян, сами хотят зарабатывать на теплом море, мягком климате, вкусной еде, ну и собственном гостеприимстве. Я глубоко убежден, что они имеют на это полное безоговорочное право, раз уж на то пошло. Короче говоря, договор их возмутил, вот и пошли абхазы с протестами и требованиями убрать правительство к чертовой матери и отменить это инвестиционное соглашение с Москвой. Ну и один из местных депутатов, что называется, отхватил порцию народного гнева. Смотрите сами. Вон в Украине, к примеру, депутаты, даже и Верховной Рады, уже давно знают, что могут хлебнуть от разгневанных граждан миску горя. Одного Нестора Шуфрича и зеленкой обливали, и по мордасам хлестали, и в мусорный бак бросали. И Шуфрич такой не один. Но абхазы тоже народ, нужно сказать, горячий. Так что случилось то, что случилось. Ну и сначала все как бы пошло по накатанной. Виновников схватили, задержали, предъявили. Классика жанра, в общем. Председатель оппозиционной партии Форум народного единства Абхазии Аслан Барцет заявил о задержании пяти оппозиционных активистов. Мол, они возвращались в собрание общественности в Гудаутском районе и их задержали. Рассказал он, назвав произошедшее преследованием по политическим мотивам. Ну а дальше понеслось. Одно за другим правительственные здания переходили под контроль протестующих. Градус накалялся и в итоге к концу недели требование просто запретить рассмотрение закона о артификации инвестиционного соглашения с Москвой переросло в требование сменить власть. Говорили, что так называемый президент республики Аслан Бажания бежал в Россию. Потом говорили, что он якобы согласился уйти в отставку на условиях, что его, мол, заменит действующий так называемый вице-президент Бадра Гунба. Ну а к вечеру пятницы 15 ноября выяснилось, что никто никуда не уходит. Руководство Абхазии, президент Абхазии, вице-президент Абхазии, премьер-министр, чей правительство находится на местах в Абхазии и будут находиться на местах и будут работать бойцы. В общем, сбежал, не сбежал, по большому счету это не особо важно. Хотя уже в субботу 16 ноября Абхазия все же заявил, что готов уйти в отставку, когда протестующие покинут правительственные здания. Об этом он сказал на встрече с местными жителями в селе Тамыше. При этом пообещав выдвинуть свою кандидатуру еще раз в случае, если пройдут новые выборы. Более важно при этом то, что сам факт такого народного волнения совсем не вписывается в картину, которую Россия рисует для собственного народа и для своих, как бы так сказать, сателлитов. Ну какие протесты? Какое новое правительство? В России-то демократия умерла еще на Болотной площади в Москве, ну а сегодняшняя оппозиция протестует в теплой Европе с куском сыра бри в руках и бокалом бургундского. То, что произошло в Абхазии, даже как-то осмыслить в России с трудом могут. Тем более, что федеральное телевидение и прочие кремлевские глашатые упорно абхазский движ проигнорировали. И вот грузинская оппозиция воспряла духом. Вырываются, мол, браки Абхазы из российской неволи. В оккупированной в Абхазии происходит попытка внедрить российское законодательство, чему противостоит гражданское общество. Хочу выразить солидарность с ними, заявила президент Грузии Саламия Зоробишвили. Однако, товарищи, рано радоваться. В этой истории, впрочем, как и в любой другой, есть нюансы. Во-первых, это уже не первый такой государственный переворот. Народ Абхазии уже выходил с подобными протестами и в 2014, и в 2020 годах. Так что народная революция тут явление, в принципе, регулярно. Ну а во-вторых, Абхазия, в отличие от той же Южной Осетии, никогда не была полностью оккупирована. Здесь скорее всегда преобладало желание сдавать собственные квадратные метры на берегу Черного моря в свою собственную копилку. Ну и в отличие от той же Южной Осетии, у Абхазии выход к этому Черному морю есть. Ну и в-третьих, даже если присмотреться к тому, как протекают протесты, и что говорят их участники, становится понятно, что это митинги не совсем антироссийские, даже наоборот, совсем не антироссийские. И просто Абхазия предпочитает российские дотации, российской интеграции. Деньги давайте, но к нам не лезьте. Признаю, что я с умилением читал конспирологические версии, что нынешние беспорядки в Абхазии якобы инспирированы Турцией, которая хочет перехватить у России контроль над республикой. В Турции хоть и очень много этнических Абхазов, выселенных из родных краев во времена Российской империи, однако никакого реального влияния на процессы в Абхазии Турция-то, по большому счету, не имеет. Анкара всегда последовательно поддерживала территориальную целостность Грузии, как, в принципе, и Украины. Турки вполне могли бы воспользоваться шансом и, как Путин, заявить про восстановление исторической справедливости. Но им это как-то неинтересно. У них есть свое современное государство со своими прелестями и тараканами. Тут я отдаю им должное. Еще бы от Северного Кипра отстали, тогда вообще уж. Что касается Абхазии, то Москва на этот раз, правда, может занять более жесткую позицию, дав понять Абхазам, что просто так деньги давать уже не будет. Только в обмен на доступ российских инвесторов к местной экономике. Хотя, возможно, и в более компромиссной форме в сравнении с нынешним соглашением об инвестициях. Прогресс, как по мне, сейчас заключается только в том, что Путину становится все сложнее без последствий для себя подпитывать нарратив про свободолюбивый народ Абхазии, который нужно срочно освободить от грузинского гнета. Абхазы как бы сами дают понять, дай денег и отвали. Не нужны нам твои сказки про устав ООН и право народов на самоопределение. В России, кстати, такого права все равно ни у кого нет. И это еще Путин не вкусил всех прелестей, которые ему может подкинуть другой свободолюбивый народ, народ Донбасса. Когда поймет, что его сильно... Здесь мне прям просится не эфирное слово, но я скажу, одурачили. Ну и первые, так сказать, ласточки уже полетели в голову Кремлю. Путин красиво рассказывает о том, как он заботится о жителях оккупированных России и украинских территорий. Денежные пособия, волонтерская помощь, строительство разрушенного и им же, правда, жилья. Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии. По их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России. Я повторю, несмотря на непростую текущую ситуацию, мы строим и ремонтируем жилье, дороги, объекты, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры. Правда, на самом деле, жилье, которое активно строят, например, в оккупированном Мариуполе, совсем не для его жителей. По всей России цены на ипотеку взлетели до непосильных для большинства рубежей. И рубежи эти еще не окончательные. Аналитики говорят, что процентные ставки поползут еще дальше вверх. А вот на оккупированных территориях в так называемых новых регионах ипотека стоит всего-то около 2% годовых. Вот и покупают жители Москвы и Питера как бы предназначенное для мариупольцев жилье. Ну а сами жители города, которые едва сводят концы с концами, его себе позволить просто не могут. Ну а если могут, то не могут подтвердить доходы, ведь большинство из них зарабатывает деньги, что называется, мимо государственной кассы. При неподтвержденных-то доходах ни один банк кредит не выдаст. Российские власти обманывают местных, не выплачивая компенсации за уничтоженное жилье. Схема очень простая. Ты принеси, мол, документы, докажи, что оно было, а если документов нет, ну тогда иди в суд. Может повезет. А документов практически нет ни у кого, ведь оккупационные власти сразу же меняют название улиц и нумерацию домов. Приходит такой мариуполец к местным типа чиновникам, а ему говорят, нет такого адреса, домой иди. Ну, правда, дома тоже нет. И вот возмущенные мариупольцы уже вовсю записывают видеообращение к Путину. Смотрите сами. Наши дома пострадали во время боевых действий и были снесены. Правительством РФ было гарантировано возврат утраченного жилья. В результате на месте наших домов по проспекту Петалургов, дом номер 77 и 79, возведены новые дома. Но, к сожалению, не для нас. Понимая, как все организовано в России, что жизнь там совсем не сахар и это не шведский социализм, градус недовольства будет только расти. Чем хуже, тем больше. Абхазия яркое тому доказательство. Так что в любом случае это обоюдный цукцванг. Ход любой из сторон ситуацию только ухудшит. Абхазия, конечно, пока никуда не вырвется из мощных российских объятий. И давайте будем реалистами. Ну а Россия вынуждена будет мириться с тем, что развалившуюся империю сшить не удается. Удерживать все труднее. Правда, будет и дальше упорно делать вид, что ничего не происходит. Вы, конечно же, смотрите сами. Ну а прямо сейчас, немедленно, пишите комментарии к этому выпуску, если смотрите его в интернете. Поддержите наш проект лайком и репостите это видео в любимые паблики. Ну а также подпишитесь на наш YouTube-канал. Здесь много интересного. Так вы точно ничего не пропустите. Главнее всего погода в доме. Вопрос открытый и пока риторический. Столица Азербайджана, Баку, на прошлой неделе принимала экологический саммит ООН, посвященный глобальным изменениям климата. Но погодную повестку затмило политическое. И назвать мероприятие успешным повернется язык, пожалуй, только у президента страны Алиева, ну и генсека ООН Гутерреша. Что же не так с мероприятием? Кто на него вообще приехал? И что о нем нужно знать? Давайте разбираться. Итак, 11 числа в Баку открывается саммит КОП-29. Длится это мероприятие, кстати, до сих пор официально заявлено, что оно закроется 22 ноября. Целых две недели страны, участвующие в конференции, должны уделить жизненно важной, но, по мнению общественности, скучной теме устранению парникового эффекта и переходу от ископаемых энергоресурсов к зеленым. В прошлом году это мероприятие проходило в Дубае, где приобрело довольно странный душок, как, в принципе, и все, чего касается в последнее время рука ООН. Там, вместо того, чтобы думать, как спасти планету от пожаров, наводнения, аномального потепления, которое приведет к глобальным же проблемам, самые крупные игроки нефтегазового рынка начали решать свои вопросики. Ну и договариваться, как дальше делить всемирный денежный пирог. В Баку эту традицию решили продолжить. Президентом конференции стал Мухтар Бабаев, министр экологии Азербайджана. До министерского кресла он более 20 лет проработал в государственной нефтяной компании «Сакар», которая в этом году еще и решила расширить сотрудничество с Россией. По мне, кажется, странным собрать нефтегазовых лоббистов в одном зале, чтобы они вдруг резко решили, что им надо прекращать зарабатывать миллиарды и, наконец, позаботиться о планете. Ведь главнее-то всего погода в доме. Это приблизительно так же, как держать Россию в составе Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить войны на планете Земля. Хотя, подождите, Россия же и есть постоянным членом Совбеза. Ну, а то, что она воюет против других стран, то это как бы уже второстепенно. Главное для ООН, чтобы все время взносы платили. А то генсекта без зарплаты останется. Кстати, о России. Путин в Баку не поехал. Нет, не из-за ордера на арест, ордер раньше его не останавливал. Просто зачем ехать туда, где тебе едва ли кто пошмет руку? Хотя руку там было кому пожимать. Лукашенко, например, сходняк не пропустил. Так, какова же эффективность нашей деятельности на подобных саммитах? Когда-то президент Франции чуть ли не великим себя считал за Парижское соглашение. И где этот президент сегодня? Неужели это не актуально? Вот наша эффективность, нашей работы. Так что рапортовать пока не о чем. Нефть и Россия. Россия и нефть. Все понимают, что Москва давно випонизировала энергоресурсы, то есть превратила их в оружие. Во-первых, Кремль отлично использует нефть и газ для шантажа, постоянно угрожая оставить кого-то без света и тепла. Ну, а во-вторых, мы все прекрасно понимаем, куда на самом деле идут российские нефтегазовые доллары. Несмотря на санкции, Москва все равно остается крупнейшим игроком на рынке энергоресурсов. В Баку Россия тоже была представлена. Ну, не Путиным, конечно, приехал Мишустин, тем не менее. Россия страна, которая, конечно же, жаждет победнеть, отказавшись от основного источника дохода. Ага. Мы что ли отказываем в поставках? Мы готовы поставлять и поставляем в рамках контрактов весь объем. Весь объем в рамках контрактов поставляем. Но если кто-то не хочет брать наш продукт, мы-то здесь при чем? Это ваше решение. Кроме того, сам Азербайджан собирается уже в ближайшее время увеличить добычу нефти и газа, несмотря на то, что участники климатических саммитов обязуются постепенно отказаться от ископаемого топлива. Ильхам Алиев на саммите в который раз повторил свои слова о том, что нефть и природный газ и другие природные ресурсы это просто дар Божий. Цитируйте меня, говоря, что это дар Божий, сказал Ильхам Алиев делегатом переговоров. Если международные средства массовой информации хотят обрушиться на меня с нападком, я повторяю здесь, это дар Божий. Любые природные ресурсы, будь то нефть, газ, ветер, солнце, золото, серебро, медь, все это природные ресурсы, дарованные нам Богом. Прямо евангельские предписания какие-то. Или цитата из Корана, честное слово. Сразу хочется либо перекреститься, либо упасть в намаз. Я, конечно же, не религиозный идеолог, но мне почему-то кажется, что ни в одном священном тексте ни одного вероисповедания ничего подобного нет. В общем, сходняк в Баку под эгидой ООН оказался настолько фарсовым, что многие мировые лидеры его просто проигнорировали. BBC пишет, что глава Еврокомиссии Услула фон дер Лаен заявила, что ей, мол, нужно сосредоточиться на своих институциональных обязанностей и готовиться ко второму сроку на своем посту. Начинается он 1 декабря. Вместо нее ЕС представлял председатель Европейского совета Шарль Мишель, еврокомиссар по защите климата Вобке Хукстра и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симпсон. Эммануэль Макрон отказался ехать по той причине, что отношения между Францией и Азербайджаном ухудшились после того, как Франция осудила военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. Шольц планировал поехать, но отменил поездку на фоне политического кризиса в стране, начавшегося после развала правящей коалиции. Вместо этого он звонил Путину, но об этом позже. Байден не поехал по понятным причинам. Продуть с треском выборы и ехать говорить о климате на мероприятии, которое ровным счетом ничего не значит, так себе история, скажу вам честно. Из мировых лидеров конференцию также пропустили. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Премьер-министр Индии Норэнд Рамоди, Председатель КНР Си Цзинпинь, Премьер-министр ЮАР Сирил Ромофоса и Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Мировые эксперты, политологи и даже бывшие функционеры ООН в один голос говорят, что пришло время это все поменять. Ну а как можно изменить ООН и все, что она делает, если сама организация менять-то особо ничего не хочет. Вы уж смотрите сами. А если смотрите выпуск в интернете, то незамедлительно поставьте лайк этому видео, поделитесь им с друзьями, ну и главное, комментируйте. У нас тут полная свобода мысли. А если подпишетесь на наш YouTube-канал, то точно ничего важного не пропустите. Здесь все интересно и по сути. Итак, в пятницу 15 ноября немецкий канцлер Олаф Шольц созвонился с Путиным. Никого не удивило, что хотел поговорить с хозяином Кремля об установлении мира в Украине. До этого лидеры России и Германии общались по телефону в декабре аж 2022 года. Ну, очевидно, соскучились. Как сообщает агентство Reuters, разговор Путина и Шольца продолжался около часа. Но этого времени, похоже, не хватило, чтобы они друг друга в итоге услышали. В Кремле повторяют мантру о том, что звонок был инициирован немецкой стороной. Разговор состоялся по инициативе германской стороны. В этом, конечно, его важность. Происходят поиски возможных, ну, попытки, вернее, сопоставить позиции. Политическая воля к тому, чтобы эту позицию узнавать из первых рук. Это то, что, конечно, не может не вызывать удовлетворения. Но в то же время, конечно, обсуждения достаточно были детальные, прежде всего, по украинскому сюжету. Откровенные, как тоже было сказано у нас в сообщении. Но, конечно, говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится. Ну, а перед тем, как звонить Путину, Шольц, очевидно, говорил и с Зеленским. Тот от идеи восторги, честно говоря, не был. Да и после того, как этот диалог все же состоялся, украинский президент особого энтузиазма по этому поводу не излучал. Звонок Олафа, по моему мнению, это ящик Пандоры. Теперь могут быть и другие беседы, другие звонки. Просто много слов. И это именно то, чего Путин давно хочет. Ему крайне важно ослабить свою изоляцию. Путин живет просто в другой вселенной какой-то. Если верить в пресс-релизу Кремля, который цитируют российские агентства, он заявил Шольцу, что к нынешней ситуации в Украине провела многолетняя агрессивная политика НАТО. Ну и что переговоры о мире следует вести, исходя из новых территориальных реалий. Ну, то есть оставив за Россией как минимум все на сегодня оккупированные ею территории. При этом Путин утверждает, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова вести их даже сейчас. Кроме того, как следует из заявления Кремля, российский президент подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества с Германией. Американская Нью-Йорк Таймс после этого разговора написала, что этот контакт западного лидера с Кремлем может быть сигналом того, что в ближайшее время Запад будет наращивать контакты с властями России. Ну, то есть все готовятся к тому, что уже 20 января Трамп официально станет президентом страны и пойдет замиривать Украину с Россией. И заняться он этим обещает в первый же президентский день. Уже 18-19 ноября в Бразилии пройдет саммит стран Большой Двадцатки. Путин туда не поедет, вместо себя отправит Лаврова, конечно же, но дело не в этом. Говорят, что на саммите лидеры Большой Семерки будут убеждать Байдена снять с Украины запрет бить западным оружием вглубь России. Ну, чтобы Киев мог на переговорах занять для себя наиболее выгодные позиции. Но пока дедушку что-то убедить не удается. Ну, а в субботу, 16 ноября, действующий еще президент встретился с китайским председателем Си Цзиньпином во время рабочего визита в Латинскую Америку. Поговаривают, что Байден хочет снизить градус напряженности между странами, пока он еще хозяин Белого дома. Важно, что Байден и Си поговорили о северокорейских солдатах, которые уже принимают участие в войне против Украины. Тут у американского президента очевидный козырь в рукаве. Китайцы с опасением относятся к Северной Корее, которую Россия в последнее время зачем-то продвигает как полноценного игрока на мировой арене. Еще один нюанс, который явно не ускользнул от того, чтобы прозвучать на этой встрече. Поставки оружия в России. На прошлой неделе об этом написала немецкая Франкфуртер-Альгемайне со ссылкой на источники. Если верить публикации, то верховный представитель ЕС по иностранным делам Жузеп Борель представил государством Евросоюза данные разведки, подтверждающие эти поставки и призвал ввести санкции против Пекина. Путин во что бы то ни стало стремиться вернуть потерянные территории в Курской области до инаугурации Дональда Трампа. Никто не может по-настоящему оценить, с чем же именно Трамп придет в массы для установления обещанного им мира. По словам Борреля, доказательства убедительны и свидетельствуют о предоставлении Китаем смертоносной поддержки. Он отметил необходимость применения всех доступных инструментов, в частности, введения санкций против китайских компаний, которые могут включать замораживание активов, запрет на ведение бизнеса и въезд в страны ВИЭС. И тут, как бы, все замерли и ждут, что же в свое оправдание скажет Китай. Официально Пекин подчеркивает свой нейтралитет и неоднократно заявлял, что готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. Ну, а тут, понимаешь, поставки оружия. Поворот, прямо скажу, неожиданный. В то же время Шольц, просто как ужаленный, уже начал обзванивать всех от Лондона до Вашингтона и докладывать, о чем же они с Путиным друг друга не услышали. Шольцу бы свои проблемы решать, он тоже вряд ли останется главой немецкого правительства в ближайшее время его партии хотя бы в парламентскую коалицию попасть, а он в миротворца все играет. Есть у меня, конечно, и своя личная версия, почему Путину звонил именно Шольц. Может, они так договорились, тебе, мол, Шольц уже все равно, а нам еще в своих креслах посидеть нужно, поэтому ты Путину и звони. Но это, повторюсь, мое личное предположение. Ну, а Трамп и Байден на прошлой неделе встретились в Белом доме и разговаривали два часа. Оба президента пожали друг другу руки. Байден еще раз поздравил Трампа с победой, ну а тот сказал, что надеется на плавную передачу полномочий. Только вот интересно, что сам-то Трамп Байдену в свое время власть не передавал. В свой последний день в Белом доме он написал Байдену письмо на двух листах и положил в ящик стола резолют в овальном кабинете. Сейчас Трамп готовит новую команду и только ленивый еще не обсудил грядущих назначений. Пентакон готовится к кадровым чисткам, ну а Украина к тому, что ей придется взаимодействовать уже с новой администрацией, которая настроена совершенно иначе, чем предшественники. Владимир Зеленский однако уже заявил в интервью с Успильному, а это украинский общественный вещатель, о том, что при администрации Трампа война закончится быстрее. Все правда в предвкушении, как это можно будет сделать. Ведь предложение Путина не сильно это устроит ни Украину, ни ЕС, ни судя по всему саму Америку. Судя по тому, как приход Трампа к власти освещает кремлевские СМИ, в Москве тоже как минимум недоумение. На прошлой неделе информационное пространство взорвало просто американская Вашингтон-Пост, которая заявила, ссылаясь на источники в окружении Трампа, что избранный президент уже разговаривал с Путиным якобы еще 7 ноября. Трамп якобы призвал Путина избегать эскалации в Украине и напомнил о значительном военном присутствии американских сил в Европе. Собеседники издания также утверждают, что Путин и Трамп говорили о необходимости достижения мира на европейском компоненте и Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах для обсуждения скорейшего урегулирования конфликта. При этом в Москве все отрицают. Пресс-секретарь Путина Песков назвал этот материал чистой выдумкой. Мол, это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Мол, это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация, сказал Песков к корреспондентам. В ответ на просьбу Вашингтон-Пост о комментариях директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг ранее заявлял, что команда избранного президента не комментирует частные звонки между Трампом и другими мировыми лидерами. Чунг при этом отметил, что лидеры уже начали сами процесс установления контакта с избранным президентом. То есть, кто кому звонил и звонил ли вообще непонятно. Но я лично охотно верю, что такой звонок мог иметь место. Думаю, скоро мы узнаем намного больше подробностей по этому поводу. Сам Трамп говорит, что с Путиным не разговаривал. Но о том, что разговаривал с Зеленским, мы хорошо знаем. И якобы Зеленский уже даже смог заинтересовать нового лидера США своим планом победы. В частности, как говорят, Трампу понравилась идея Зеленского заменить американский военный контингент в Европе украинской армией. Ведь у нее и опыт противодействия России есть, и Америке это обойдется в разы дешевле, чем держать свои войска за океаном. Тем временем, Зеленский уже на следующей неделе представит еще один план. План стойкости, состоящий из десяти пунктов, который нужен для того, цитирую, чтобы Украина выстояла. Этот план, очевидно, ориентирован на внутреннюю аудиторию, но, думаю, за ним будут следить и в Вашингтоне. «Безопасное пространство, которое нужно каждому человеку. Хорошие наработки есть у Министерства внутренних дел, есть у СБУ. Все обязательно введем. Уже отработали пункт, который связан с энергетикой. Все детально подготовлено. И то, что касается нашего оружия, нашего производства, нашего сотрудничества с партнерами». Чудодейственным образом выходит так, что, с одной стороны, Трамп своими номинациями показывает, что он взял таких людей, как Марк Рубио, и что есть ось зла это Китай, Россия и Иран. Ну, а с другой, на должности, не связанные с международной политикой, он назначает людей с ярко выраженной прокремлевской, что ли, риторикой в голове. Хотя политика-то штука тонкая, и позиции политиков часто меняются прямо на глазах. Даже если вспомнить, к примеру, того же Илона Маска или избранного вице-президента Венса. Можно это понять. Ну, а вы что думаете? Пишите комментарии, если смотрите программу в интернете. Здоровая дискуссия помогает докопаться до истины. Также я буду благодарен за лайк этому видео, и если вы поделитесь им в ваших любимых пабликах в социальных сетях. Не забудьте еще подписаться на наш YouTube-канал. Здесь много важного, интересного. Будьте в курсе событий, ну и делайте собственные выводы. Ну, а сейчас наша регулярная рубрика «Кадры недели». Вы, думаю, их уже видели, но они прекрасны во всех отношениях. На прошлой неделе все мировые СМИ облетело видео из парламента Новой Зеландии, где депутаты исполнили ритуальный танец «Хаку». Six votes opposed. Честное слово. Мне иногда хочется сделать то же самое, когда я читаю новости. Но, в отличие от новозеландских депутатов, танцевать я не умею. Кстати, танцевали законотворцы потому, что были несогласны с законопроектом, который имеет целью переосмыслить почти двухсотлетний договор между британцами и коренным народом Маури. Когда оппозиционного депутата Ханну Раухитти Майпи Кларк спросили, поддерживает ли она и ее партия законопроект, она просто встала и порвала копию документа, после чего начала исполнять тот самый церемониальный групповой танец Маури. К танцу присоединились и ее коллеги по партии, и те, кто стояли на балконах. После этого заседание прервали, ну а двух депутатов выгнали из зала. В соответствии с условиями, которые изложены в договоре Вайтанге 1840 года, племенем Маури были обещаны более широкие права на сохранение своих земель и защиту их интересов в обмен на передачу управления британцам. Законопроект уточняет, что эти права должны распространяться на всех новозеландцев. Что же, я честно не знаю, сколько лет назад придумали танец Хаку, он предназначен для того, чтобы напугать и деморализовать противника перед боем, но в современных условиях мне почему-то кажется, что это наиболее продвинутый и продуманный метод не соглашаться с тем, что считаешь неправильным. В конце концов, это же не вам не многокопулярный мир строить-то. Ну вот, на этот раз пока все. С вас лайк, подписка и репост, если смотрите программу в интернете, а больше всего, конечно, я жду ваших комментариев, ваши мысли бесценны, делитесь ими, и это видео посмотрят больше людей. С вами был Владимир Унец, а новый выпуск смотрите сами всего лишь через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok